Уважаемые коллеги, друзья, не часто удается встречаться с такой целевой аудиторией. Я понял, что здесь как раз все те, кто знаком с нашей информацией подробно, поэтому какие-то давать детали по концепции сегодня нет необходимости. Но вот тему, которую попросили меня сейчас буквально раскрыть организаторы, условно ее назвал бы так, может быть, «Россия – образ будущего». Если говорить о перспективах, мне представляется, что сейчас очень удобно считать масштабами пары поколений. То есть основные вехи какие? Это середина прошлого века, как вы знаете, период выравнивания частот биологического и социального времени, середина прошлого века. Она сопряжена с фантастикой Ивана Антоновича Ефремова, которая во многом отражала пока это на уровне мечтаний о чем-то. Наконец, два поколения спустя, 2000-й год, опубликована концепция общественной безопасности. Соответственно, общество вошло в принципиально новое информационное состояние. И, наконец, наверное, если говорить о перспективе, то мне представляется, что это 2050-й год, то есть порядка 40 лет предстоящих, когда, по моему представлению, произойдет очень серьезная трансформация человечества, благодаря прежде всего тому, что появились новые способы передачи информации и ускорились все процессы, как вы прекрасно знаете. И поэтому, наверное, все-таки разумнее говорить о такой перспективе. Какой же быть Россией? Вот некоторые вопросы, которые прямо там мне были поставлены. Какой же быть Россией в этом ближайшем будущем? Ну, я хотел бы начать из дня сегодняшнего. Вы помните, наверное, оценки президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина, который сказал, что Россия такая страна, которая либо будет суверенной, либо ее не будет вообще. Вот это мы с вами должны всегда помнить, что последние века истории человечества – это попытка и стремление западной цивилизации и библейской концепции управления истребить русский дух. Кто-то думает, что это борьба за ресурсы, кто-то думает, что это борьба за нефть, но если смотреться поглубже, то это реально идет борьба за истребление русского духа, потому что вы прекрасно понимаете, что западная цивилизация все-таки считает, что порядок на земном шаре может быть устроен через толпоэлитарную систему, и единственное, что этому мешает – это русские. Вот у них вечно эта идея справедливости, а в действительности нужно просто, чтобы каждый сверчок знал свой шесток, и никаких проблем не будет. Два-три поколения, и все войдут в свою роль. Рабы будут прекрасно себя ощущать рабами, погонщики рабов тоже будут себя прекрасно наследственно ощущать. Вот, собственно, их концепция глобализации. Мы же считаем, что человек от Бога создан равным, и такая глобализация, она противоречит Божьему промыслу. Поэтому будущее как России, так и человечества в целом, оно все-таки укладываться будет в представление о будущем русской цивилизации. Вы знаете, что у русской цивилизации три основных скрепа. Это справедливость, такая Божья справедливость. То есть не просто в каждом конкретном случае она субъективна, но всегда есть некая объективная матрица Божьей справедливости. Так вот, основной скреп русской цивилизации – это Божья справедливость, это русский язык и творческое наследие Александра Сергеевича Пушкина. Вот, собственно, базовые скрепы. И в моем представлении это период, о котором мы говорим, когда идеи русской цивилизации, они овладеют всем земным шаром. И по преимуществу на земном шаре будут говорить по-русски. Я вот как-то и в Китае выступал, там подчеркивал, что если вы хотите сохранить то, что мы наблюдаем сегодня, когда человечество по колено в крови находится, то нужно изучать английский язык. Если же вы хотите увидеть образ будущего, то прочитать его можно только по-русски. Вот, собственно, если говорить о стране в целом. Ну, может быть, здесь же сказать, почему... Вот мы говорим «творческое наследие Пушкина» – это один из главных скрепов. В нашем понимании Пушкин является величайшим пророком, пророком такого глобального уровня, хотя он является пророком русской цивилизации, который, в общем-то, предвещал концепцию именно русской цивилизации. О Пушкине не буду подробно говорить. Присутствующие здесь наверняка знакомы со вторым смысловым рядом творчества Пушкина. Но вот что считаю уместным сегодня, может быть, озвучить впервые на вашей сцене в Москве, что вот как-то, как работает Игорь Игорь Пушкина, ну, расскажу вам на своем примере. Лет 25 назад за моей спиной впервые появился портрет Пушкина, и с той поры он меня не покидает. Я всегда, вот, в моем кабинете за спиной висит один и тот же портрет, портрет Александра Сергеевича Пушкина. Вот какими-то мистическими обстоятельствами я менял несколько раз место работы, и в конечном счете оказалось мое рабочее место в городе Пушкине. И Пушкинский лицей оказался совсем рядышком. Да, вот сейчас там жилое место там новое, оно тоже непосредственно в 100 метрах от лицея. Буквально на прошлой неделе у меня состоялась встреча, и сегодня вот после нашей встречи она будет продолжена. Встреча, связанная с развитием структуры БРИКС. Вы знаете, что создаются альтернативные структуры, ищущие способ глобализации и концептуального развития, отличного от библейской концепции и от цивилизации по-западному. И для этого, собственно, формировался и ШОС, Шанскайская организация сотрудничества, и таможенный союз, но наиболее перспективной мне представляется вот структура БРИКС. Вы знаете, что это первые буквы от английских названий стран Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика. Конечно же, вы сами понимаете, что просматривается вариант глобализации на базе иной концепции, и в июле месяце был зарегистрирован банк БРИКС. По каждому такому проекту создается проектная группа, и одна из стран выступает в качестве страны основного организатора. Вот в частности, по проекту Банк БРИКС таким организатором выступает Индия. И создан рабочий комитет по 5 человек от каждой страны. Это обычно создается 25 человек. Вот такой комитет организационный по банку. Сейчас речь идет о формировании нового рабочего комитета в целях создания университета БРИКС. Университет БРИКС в настоящее время рассматривается предложение, чтобы страной-организатором этого проекта выступила Россия. И вот со мной уже дважды велись переговоры, чтобы я вошел в состав этого оргкомитета в составе 5 человек от России и взял бы на себя функции сопредседателя этого рабочего комитета по концепции создания университета БРИКС. Ну и я говорю это для того, чтобы все участники сегодняшней встречи и многие, кто работает сегодня уже в интернете с нами, имели в виду это обстоятельство. Пока рано говорить о результатах, как это будет складываться и развиваться. Но это во многом будет зависеть и от нашей с вами воли. Поэтому мне хотелось бы, чтобы все, кто мог бы в этой идее как-то помочь, оказать содействие, кто имеет хорошие идеи на сей счет, мы заинтересованы в создании не только представительства такого в комитете по этой проблеме, но и, естественно, гораздо более широкой рабочей группы в составе концептуального движения. А нам, конечно же, есть, что привнести в работу такого университета, потому что мы считаем, многое из происходящего на Земле сегодня несуразного связано с низкой управленческой культурой и с плохими познаниями в области управления. Точно так же сегодня много извращений в системе образования. Мы с вами прекрасно знаем, что требуются новые подходы к формированию образовательных стандартов. Точно так же, как понимаем, что, к сожалению, и образовательные стандарты, и культура как таковая являются следствием концепции. Поэтому пока мы не изменим концепцию, нам сложно будет изменять и все то, что происходит в системе образования. С другой стороны, это взаимоувязанные процессы, потому что, привнося некоторые изменения в систему образования, мы можем рассчитывать и на иную концепцию развития нашей страны. И вот если говорить об основном, что должно быть в ближайшее время в концептуальном движении, то, на мой взгляд, сейчас очень много у нас информации уже проходит. И самая главная насущная проблема переходить от восприятия информации и, собственно, формирования новых представлений о себе, о судьбе страны, о будущем нашей цивилизации, переходить уже в большей степени в русло конкретных практических действий. И вот, к счастью, у меня сегодня практически ежедневно те или иные предложения по тому или иному проекту. Вчера приезжали из Прибалтики, из Латвии, с очень интересным проектом, связанным с формированием новой локальной системы валют и, значит, вот с инициативой на местах. И как-то часто обращаются с просьбой и с советом. Вот сейчас подошла здесь группа, которая прорабатывает возможности проработки сказок детских, да, уже на базе новой концепции. Я хотел, чтобы мы с вами не искали здесь вот поводырей, и чтобы вы не рассчитывали, что кто-то может по каждому направлению давать вам советы. Скорее мы задаем ту общую матрицу, которая позволяет порождать какие-то конкретные практические идеи и конкретные практические проекты. И вот, на мой взгляд, проект «Концептуал», который сегодня представлен на книжной выставке, и является таким очень ярким, конкретным примером конкретных практических действий. То есть вот ребята, которые организовали этот проект, они же ни звезд с неба не хватают, ни денег у них каких-то особых нет. Просто они вот так вот увидели свою миссию, правильно позиционировали свои действия. И, в общем-то, на мой взгляд, колоссально совершенно вот та роль, которую сегодня этот проект играет в целом в развитии вот идей новой концепции. И мне представляется, почему это чрезвычайно важно. И что нам самое главное, что нужно сохранять. Дело в том, что, вот вы знаете эту нашу схемку, есть некая истина, а есть некая ложь. И вот эту ложь нам всегда стараются как-то развести на две лжи. Это вот как раз система науки, система образования, система знаний. В чем состоит существо происходящего, истина происходящего сегодня? Вот та самая клетчика традиционная, которая вам уже известна. Истина состоит в том, что всегда и наука, и экономика, и образование имели две абсолютно разных составляющих. Экономика для хозяев и экономика для клерков. Наука эзотерическая для узкого круга, и наука экзотерическая для толпы. Это всегда так было. Вам, наверное, не надо это подтверждать. Возьмите общеизвестный ролик Германа Грефа на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где он, в общем-то, впервые так абсолютно открыто это сказал, что да вы что, как можно дать открытую информацию народу, а как же потом этим народом манипулировать и управлять? Ведь вся система управления построена только на том, что народу эта информация не дается. Как только люди эту информацию получат, все, закончилась тогда система управления. Но она закончилась, не управление закончится, а закончится управление по прежней концепции. Поэтому у нас нет никаких врагов, мы ни с кем не спорим. И Герман Оскарович по-своему прав, просто он чуть-чуть отстал по времени от 21 века. Потому что в 21 веке та технология, которая работала 3000 лет, она становится недееспособной, и вам здесь понятно почему. У Герман Оскаровича просто нет этой информации. Потом ему кажется, что зачем же разрушать то, что работало 3000 лет, но он не понимает, что дальше это работать не может. Так вот, это истина, что есть всегда так было. Есть эзотерика, есть экзотерика. Есть экономика для хозяев, есть экономика для клерков. А ложь состоит в том, что ничего подобного. Нет такой двухступенчатой системы в образовании, в науке, в информационном поле. А чтобы мы с вами не вышли на истину, формируются две клеточки. Первая клеточка слева – это есть только экзотерика. Вот если хотите разобраться в мире, читайте, что написано в учебниках, изучайте там диссертации, изучайте научные исследования, вам все откроется. Больше ничего нет. Это одна ложь. Это в действительности не так. Если вы попытаетесь разобраться в мире, читая классическую научную литературу, то вы забредете, ого-го, куда. Да, это абсолютная ложь. И для многих это очевидно. Вот для тех, для кого очевидно, им говорят, да, ребята, вообще-то, конечно, есть вот экзотерика, ну вот то, что научные исследования, то, что в университетах преподают, а есть еще вот что-то такое, вот конспирология есть такая, вот такая псевдоэзотерика, как бы нам подается. И вот, и тогда вы попадаете или в эту шклеточку, или в эту. Один читает ученых, а второй начинает смотреть каналы РЕН-ТВ, там, так сказать, читать очень многих сегодняшних, так сказать, исследователей, вот, читать, слушать сочинения из Борского клуба, значит, заниматься такими стратегами и аналитиками, как Евгений Федоров, как Стариков и так далее. Но в чем там проблема? Там проблема в том, что это псевдоэзотерика. Они не имеют права раскрыть все. Они могут давать фрагменты только вот той системы, стройной и логичной, которая всегда работала. Им не дается эта целостность. Они получают лишь тот или иной фрагмент из этих знаний. И когда они начинают выступать, то народ, о, здорово, смотрите, действительно оказывается не только то, что наука преподает. А вот, пожалуйста, посмотрите РНТВ, какие там вещи раскрываются. Но там настолько дается в такой кашеобразной форме, когда вот эта конспирология, она любым здравомыслящим человеком, она моментально раскрывается. И говорит, ну, там уже Федорову говорят, да вы что, разве можно выводить миллионы людей на улице? Это равнозначно гибели страны. Это всегда так было. Как только вы вывели толпу на улицу, так толпа живет по своим законам. И страна обречена. Это мы с вами наблюдали на Майдане, где тоже вывели толпу, в общем-то, с благими намерениями. Тогда действительно зажравшийся режим окончательно уже требовал каких-то воздействий. Вот и сорганизовали толпу с благими намерениями. А во что это вылилось, мы с вами прекрасно наблюдаем. Ну и вот дальше, скажем, у меня была встреча с Евгением Федоровым. И потом я-то сам не успеваю смотреть там все комментарии. Но мне вот примерно так передавали, что ну вот Ефимов побеседовал с Федоровым. Надо было кому-то другому побеседовать. Тогда бы там его размазали, раскритиковали. А зачем? Мы с вами должны понимать, что в том-то и смысл концептуального движения, в том-то и смысл концептуальной грамотности, что у нас в принципе с вами не может быть врагов. У нас не может быть человека, с которым мы вот встали на одну полку и начали там сказать кто кого. Да нет. Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше. Я считаю, что у нас с вами мера понимания гораздо глубже, чем у национально-собывательного движения. А это что означает? А это означает, что мы с вами должны находить возможности использования их энергии, их финансовых ресурсов, которые вкачивают сюда, будь здоров, для решения наших задач. Возможно ли это? Возможно, если мера понимания у нас будет достаточно. Потому что многие вещи Федора воззвучивает, которые надо умело немножко комментировать, умело подстраивать и использовать его силу для решения наших задач. А конечно же, разоблачать вот те абсолютно провокационные вещи, они и так очевидны, наверное, каждому. Что значит в поддержку президента вывести там миллионы на улице? Это очевидно, это, так сказать, провокация, так и говоришь об этом провокация. А то, что он дает по доллару, то, что он дает по Соединенным Штатам, ну не понимая, правда, что Соединенные Штаты это просто инструмент. И я не пытался его даже переубеждать, потому что он живет в рамках тех стереотипов, которые ему предложены. Я там хоть и перечисляю, там, так сказать, вот разных исследователей сегодняшнего дня, но у меня с ними, с ними со всеми прекрасные человеческие отношения. Я в очень таких уважительных отношениях, там, и с Куродиняном, и со Стариковым, там, и с кем угодно. Ну, просто они понимают по-своему задачки, и, как бы, я понимаю это, в моем понимании, чуть пошире, да. Вот, но, допустим, то, что там дается, это надо тоже умело использовать для решения наших задач. Вот так я понимаю главную перспективу, какой быть России. Ну и дальше, вот, мне так перечисляли, да, еще, может быть, вот, о стратегии, если говорить еще одну мысль, сразу же обозначу, а потом уже, может быть, более конкретные, отдельные вопросы по блокам. Вот, какой быть Россия, мы говорим, один из скрепов нашей цивилизации, это творческое наследие Пушкина, да. Но ведь не все мы понимаем глубину вот всего того, что стоит за этим термином. И вот сегодня у меня есть такая идея, хотел бы тоже ее озвучить, в надежде получить, в общем-то, какую-то поддержку, вот здесь прежде всего, интеллектуальную, в решении этой проблемы. мне казалось бы, что настала пора раскрыть вот более глубоко это творческое наследие Александра Сергеевича Пушкина. И в этом смысле я вот особую миссию, может быть, вижу за нашим университетом. Как-то уж так получилось, что все здания нашего университета расположены вокруг Царскосельского музея. Это во многом, кстати, тоже предопределило интерес к нашему университету по линии Брикс. Теперь дальше. Перед входом в наш университет расположены египетские ворота. А как раз, вот вы знаете, в общем-то, через Египет ввели человечество вот в этот самый трехтысячелетний египетский плен. И, может быть, эти ворота тоже символизируют как-то необходимость выхода из этого плена. Вот. Поэтому вот много таких очень серьезных мистических обстоятельств, которые я имею в виду. Ну и, кроме того, естественно, именно в нашем университете читается и достаточно общая теория управления, и материалы концепции общественной безопасности изучаются внимательно, и много партнеров у нас в этом направлении. Поэтому вот буквально несколько дней назад мы окончательно сформировали тоже такую рабочую группу и такой рабочий проект. Мы считаем, что настала пора создать такое условное название проекта Царскосельское интеллектуальное кафе Пушкинский. Было уголок, а сегодня с утра вот я ехал в Сапсане. И чего-то вот так мне пришла другая мысль назвать это Пушкинский уголек. То есть вот если уголки, помните, с одной стороны Пушкинский уголок вроде тоже неплохо, были в свое время красные уголки, да, есть некий такой мощный эгрегор, вот где чего-то там такое давалось, да, но с другой стороны вот эгрегор немножко такой подмоченный потом репутационно, а вот Царскосельское интеллектуальное кафе Пушкинский уголек, может быть, это как-то более выгодно в мировоззрении звучит, потому что уголек это источник света, уголек это источник тепла, уголек это в конечном счете ну и та искра, из которой может возгореться пламя вот такой доброй человеческой энергии, в хорошем смысле как солнечная энергия, да, так и здесь вот уголек, который может потом засветиться очень хорошим теплым светом. Вот давайте попробуем вместе подумать на эту тему, почему эта идея еще вот я считаю мистической, потому что реализовать я ее предлагаю на базе здания аграрного университета и адрес, очень хитрый адрес, город Пушкин, улица Пушкинская, дом 32, вот так уж получилось как-то, я так сегодня вот как-то тоже подумал, что как-то очень много случайностей, вот, и там у нас первый этаж, он отведен под кафе, это здание мы реконструировали и только вот ввели в строй и я уже нашел очень интересную компанию, которая разрабатывает на сегодня концепцию такого интеллектуального кафе, ну вы помните, были литературные кафе, опять же, это немножко не то, а вот интеллектуальное кафе, где могли бы встречаться студенты, преподаватели, родители и дети, место, куда можно было бы приходить в любое время с детьми и не пугаться, увидеть там дымящуюся сигарету или фужер алкоголя, это исключено категорически, то есть, собственно, на этом мы и стоим, что называется, да, потому что и студенты наши уже теперь на любых городских мероприятиях на них пальцами показывают, а, это из аграрного, которые не пьют, не курят, вот, поэтому вот такая идея, на мой взгляд, очень интересная, я, по крайней мере, ну, в первом приближении ТЗ передал этой группе, которая сейчас рисует и уже дизайн этого кафе, он должен быть особым, и начинка, как бы, так сказать, интеллектуальная везде и всюду, начиная, так сказать, с надписей цитат Пушкина, по крайней мере, я им там пяток десяток страниц пушкинских цитат дал, которые могли бы быть вот ядром, что ли, насыщающим это интеллектуальное кафе, поэтому вот призываю здесь сподвижников к реализации этой идеи, я вот сегодня, правда, утром я им сказал, они мне смс-ки сообщили, я говорю, вы мне уточните название, может быть, где-то буду проговаривать, они мне вот название дали, а я им отзваниваюсь, а может быть, все-таки одну букву изменим на уголек, но тоже получил ответ, что да, вроде бы не так и плохо, так что вот все, начиная от названия и кончая всеми идеями, это то, что сегодня только утрясается, и я призываю вас к соавторству, были бы вам благодарны за это, ну, естественно, это должно быть кафе, где и питание из разряда здорового образа жизни, и главное, встречи, серьезные интеллектуальные встречи, куда можно было бы приехать, если аудитория, скажем, не умещается в кафе, хотя там приличное такое здание, то, естественно, у нас буквально рядом в пешей прогулке залы на 300 мест, и залы на 120 мест, и зал на 30 мест, то есть в этом смысле очень удобно. Естественно, понадобятся, может быть, и сподвижники, а к нам сегодня часто и обращаются такие структуры финансово состоятельные. Я же вот года полтора, наверное, был колумнистом для журнала, который, в общем-то, ориентирован исключительно на такую, если угодно, праведную, справедливую бизнес-элиту. Это журнал Chief Time. Поэтому, в общем-то, обращаюсь и к бизнесменам, тем, кому интересен такой проект, кто хотел бы все-таки найти такую точку, куда гарантированно можно прийти в любое время с ребенком любого возраста или со своим другом. И, может быть, даже, если бы эта идея получила вот такую коллективную поддержку, и если ее хорошо проработать, то потом можно было бы и франшизу сделать, и распространять эту идею как бы по стране. То есть, я, по крайней мере, вот когда был в Воронеже, мне показали очень интересное кафе, кафе, которое по выходным, и чаще всего это делается, когда такое внеурочное время, когда много денег не сделать, это тоже надо учитывать для бизнес-структур. В это время туда приезжают со всего Воронежа с детьми, и там проходят детские утренники, сказки. А вы представляете, вот если в этом кафе детей водить по сказкам Пушкина, да еще с какими-нибудь возможностями голографического изображения персонажей, ну, в общем, здесь места для фантазии, по-моему, в наш век более чем достаточно. Вот такую идею счел возможным в такой творческой аудитории, которая сегодня собралась впервые озвучить. Теперь вот вопросы, которые тоже меня так попросили коснуться хотя бы кратко. В каких домах мы будем жить вот в том самом будущем? Я убежден, что то будущее, о котором мы говорим, а это горизонт 40 лет, за это время будет полностью дискредитирована идея жизни в городах. Я когда беседовал со специалистами, уже такими профессиональными архитекторами из Соединенных Штатов, они как раз такой горизонт обозначали, когда идея городов будет дискредитирована полностью не только идеологически, но и технологически. То есть города просто погибнут, они прекратят свое существование как место проживания по разным обстоятельствам. То ли это произойдет из-за вмешательства свыше, чтобы пресечь это античеловечное как бы так сказать античеловечное линию развития, то ли это в результате каких-то техногенных катастроф, то ли в результате военных катастроф каких-то, но город, выведенный из строя там на 3-5 дней, он практически потом не восстанавливается. Вот. Поэтому жить мы, конечно же, будем в контакте с природой. Синдром Детройта, он будет очень активно развиваться в стратегии развития городов. Вы знаете, что Детройт сегодня уничтожен полностью, а ведь он развивался один в один по сценарию, по которому сегодня развивается Москва. ни на Йоту нет никакой разницы. Тоже было большое поселение, стало тесновато, много пробок, прирезали один кусок, потом прирезали другой кусок, то есть так же, как с Москвой. Но когда прирезали, оказалось, что эта прирезка только усугубляет пробки, потому что все равно из той части поедут в рамках этого мегаполиса, только усугубляется. Это вовсе не рассасывание ситуации, а усугубление. Это на примере Детройта. Потом центр там полностью снесли, сделали магистрали сквозные, а сейчас Детройт погиб, и сейчас любое здание в Детройте от одного этажа до десятков этажей продается за доллар. То есть город полностью исчез с карты земного шара. И так, в общем, такая перспектива у всех городов. Городов не будет. Будут поселения иного типа. И вот часто меня спрашивают, ну вот вы много говорите о ландшафтном усадебе и урбанизации, о том, что да, человечество не пойдет в леса. Будет урбанизация, но она будет связана с освоением образа жизни в прямом контакте с природой, с биополями природными, потому что наш набор резонаторов, наш организм, он должен подстраиваться по природным биополям. И не развивается это по вполне понятным для вас причинам, потому что та концепция, о которой мы с вами говорим, нацеленная на прибыль и на вот идеи либерально-рыночной экономики, она просто не может пустить человека жить на земле. Почему? Потому что если человек живет на земле, ему не нужны банки, ему не нужны торговые сети, ему не нужно многое-многое другое из того, на чем делают деньги. Вот поэтому как только человека стащили на асфальт, так на нем можно зарабатывать. Тогда здесь можно навязывать и алкоголь, и табак, так всегда в общем-то развивались и гибли цивилизации, стягивалось место их проживания в узкую зону, и после этого прекращалось развитие. Так что вот самое главное, что вот это опасение, которое высказывал еще Пушкин за эти 40 лет будет полностью человечеством освоено. А Пушкин, помните, писал на этот счет, вот мы когда говорим, как пример вам просто о творческом наследии Пушкина, в его-то годы, когда не было еще автомобилей, а он о городах уже тогда писал. Неволя душных городов, там люди в кучах за оградой, не дышат утренней прохладой, невешним запахом лугов, и вот это стремление к запаху лугов сегодня пронизывает нашу молодежь. И молодежи просто это модно сегодня хотя бы мечтать, думать, стремиться к жизни в контакте с природой. А если мечты в русле Божьего промысла, то, вы знаете, они всегда сбываются. Поэтому вот так, если говорить об этом вопросе. Хотя тоже многое делается, чтобы идею эту дискредитировать. Вот когда каждому по гектару земли, потом за забор, и тогда мы обретем с вами счастье. Никогда мы с вами счастье не обретем. Это разработка, которая пытается дискредитировать идею ландшафтного сядемной урбанизации, потому что должны прорабатываться не отдельный гектар, а должны прорабатываться массовые ареалы проживания. Допустим, берем там зону, территорию такую, скажем, 100 на 100 километров на территории Псковской области, к примеру, моей родной, и вот на этой территории планируем, как эти 100 на 100 километров будут обустроены. В едином стиле, с единым подходом взаимоувязанно, чтобы любому проживающему там жилось на порядок комфортнее, чем в Москве и в Петербурге. Вот тогда только мы спасем и Питер, и Москву от той несуразности, в которой они оказались сегодня, когда будет создан образ жизни гораздо более привлекательный, чем в городах. Вот чтобы дискредировать эту идею, на нее работают идеи, вы знаете, звенящие кедры России, там очень благодамеренные люди, я говорю, я их никак не хочу обидеть, но они не понимают, что это способ дискредитации идеи ландшафтно-усадебной урбанизации. Я не могу здесь также не сказать и о Германе Стерлигове, который сейчас усиленно пиарится всеми каналами, для дискредитации идеи ландшафтно-усадебной урбанизации массовой. Вот посмотрите, как у Стерлиговых Жириновских к нему приехал, о, как здорово, посмотрите, вот он хлеб печет, вот у него там, так сказать, домик построен, вот здорово, да, но до этого посмотрите, какими он финансовыми возможностями располагает раз, на чем он их заработал и как он смотрит вообще на мир. Когда у меня приезжал на встречу ко мне в Петербург, и для меня, конечно, было удивительно, когда вот человек, ну, казалось бы, распиаренный на всю страну, не понимая многого, буквально через неделю на всю страну в эфире там, ну, наверное, многие вас видели этот сюжет, он говорит, Питер, он на связи с Питером был, ну, конечно, был я у вас в Питере, встречался с ректором аграрного университета, боже мой, какой дремучий человек, он до сих пор еще не знает, что Иисус Христос это Бог, ну, вот, как бы, мера понимания стерли, ну, неужели мне после этого ему панировать, как бы, так сказать, спорить с ним, ну, пусть он живет своей жизнью, нам ни с кем не надо, вот, вступать в конфронтацию, это его проблемы, он так понимает мир, формировать свою линию и, как бы, делать все, чтобы проводить в жизнь концепцию, несмотря на разного рода, вот, извращения, которые вокруг этого формируются, и чем, значит, больше мы будем говорить о конкретных собственных проектах, и чем меньше мы будем критиковать окружающих, проекты окружающих, тем, в общем-то, выгоднее для дела. Ну, а вот, когда уже идет на таком концептуальном уровне, как бы, попытка сказать, что мы здесь неправы, ну, мы не оправдываемся, но мы для своих-то людей, которые так все прекрасно понимают, просто, ну, даем, естественно, комментарии. Как будет функционировать финансовая система? Ну, конечно же, не так, как предлагает Герман Стерлигов, который, там, вот, при всем его понимании, да, вы знаете, там, выходил на идею, значит, золота в качестве обеспечения денег. Ну, извините, если бы это было в 18 веке, я бы пришел к нему и пожал руку, сказал бы. Это действительно было передовое учение, но 18 века, 19, но не 21. Понимаете, это просто анекдотично, что сегодня вот люди, претендующие как-то на понимание происходящего, они говорят о возврате к золотому стандарту, да, он ушел в небытие, совершенно очевидно, и если говорить о перспективах кредитно-финансовой системы, то, конечно же, здесь уместно вспомнить, опять же, Пушкина, у него все об этом сказано, помните, не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Вот, если бы Герман Стерлигов хотя бы эту фразу понял, то он бы понял, если он претендует на то, что он хлеб печет, при чем здесь золото, не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, говорил Пушкин. Ну, а самое главное, та матрица, которую Пушкин закладывает в такое стратегическое будущее цивилизации, я не могу сегодня эти строки Пушкина не озвучить, именно формируя вот матрицу будущего, помните прекрасно о том будущем, в котором Пушкин отображает будущее того явления, которое именуется Пушкиным ростовщичеством. Так что же будет? А будет следующее. И далее мы пошли, и страх обнял меня. Бесенок под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня, горячий капал жир в копченое корыто и лопал на огне печеный ростовщик. А я, поведай мне, всей казни что сокрыто, вергили мне, мой сын, сей казни смысл велик, всегда стяжание имев одно в предмете. Жир должников сосался и злой старик и их крутил безжалостно на вашем свете. Вот что будет у нас с кредитно-финансовой системой. Не будем здесь вдаваться в детали. Вы знакомы здесь с нашей позицией. И вот моя статья в журнале «Россия и Китай» была опубликована к приезду Владимира Ивановича Путина в Китай. И она называлась энергообеспеченная валюта как инструмент равноправной бескризисной интеграции. Вот там все это подробно изложено и она представлена в интернете. Ну и хотел бы еще и такую немаловажную деталь отметить, что протеерей Всеволод Чаплин, если в интернете поищите, найдете это, а он замещает патриарха во Всемирном Российском соборе он как раз предлагает перейти на систему беспроцентного кредитования и говорит о том, что основное зло, которое сегодня в мире творится, оно связано как раз с процентным кредитованием. И дальше утверждает, ведь смогли же исламские банки перейти на беспроцентное кредитование, а почему мы не можем? Ну, понимаете, это разве не анекдот, когда русская православная церковь ставит эти вопросы, а официальная наука до сих пор не понимает, как это можно работать в финансовой системе без судного процента. Ну, это действительно уже так анекдотично выглядит, и это уже вопрос ближайшего будущего, это вопрос вовсе не сорокалетней давности. Конечно, за этим стоят глобальные интересы и очень большие прибыли, и противостояние будет мощное, но, тем не менее, никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Почему у меня в этом большая уверенность? Потому что скорость информации, скорость обострения информации совершенно иная. И если мы говорим даже о 90-х годах, вот, когда начиналась разработка концепции в конце 80-х годов, ну, предел наших возможностей был 5 экземпляров. Вот то, что машинка пробивала, значит, 5 экземпляров. Соответственно, и ориентиры были на то, что, ну, может быть, сейчас 5 человек, потом будет 10, а потом уже будет 20. Ну, а сегодня-то у нас в стране уже не менее, не менее, никак не менее миллиона человек, которые абсолютно четко представляют, что такое концепция. Вот. И уже теперь, как Пушкин и говорил, никакое богатство не перекупит влияние обнародованной мысли. Каким образом будет управляться наше государство? наше государство будет управляться опять же по пушкинскому принципу, когда будет понято пушкинское и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно доллара ему, когда простой продукт имеет. Вот примерно по такой алгоритмике, опять же, по пушкинской. И, конечно же, мы не будем дальше опираться на веру в добрых царей, в сильных президентов, будем опираться на концепцию. А когда концепция будет внедрена в общественное сознание и будет доминировать в делах общества, то абсолютно не важно, кто у нас будет президентом. Потому что кто бы не был президентом, он должен будет проводить в жизнь те идеи, которые доминируют в концепции. Что мы можем сделать, чтобы помочь воплощению этого образа? Ну вот, я уже, может быть, сказал в двух словах, обращаясь ко всем сторонникам концепции общественной безопасности и концептуальной партии единения, и ко всем движениям близким нам по духу, сделать мы можем одно. Мы уже достаточно времени потратили на то, чтобы сформировать мертвую воду, потом, чтобы сформировать живую воду, а интернет это, по сути, сейчас уже живая вода. И сейчас, конечно, главная задача от изучения материалов концепции нужно нужно четко переходить к практическим делам. И не надо здесь ждать каких-то консультаций, каких-то указаний от каких-то лидеров концептуального движения, потому что они тоже не все сильные, и они занимаются только своим делом. А, скажем, как развивать бизнес, они вообще вам не подскажут, и не посоветуют. Как реализовать то еще или иное дело, они тоже вам вряд ли подскажут. То есть ведь наша задача создать почву для того, чтобы в разных местах брошенные зернышки могли произрастать, но и произрастать, формируя вот это новое поле. Мы прекрасно с вами помним, вот сейчас я увидел книжечку, значит, вот эту маленькую, где на первой страничке там маленький росточек появляющийся, а на обороте уже новое поле зелень, которое покрыло всю сожженную нынешней концепцией землю. Так вот наша задачка, чтобы вот таких росточков в земном шаре появилось очень-очень много, и причем не только в нашей стране, но и во всех странах мира, потому что нам сейчас нельзя дистанцироваться от кого бы то ни было. То, что мы сейчас развиваем в нашей стране, оно имеет перспективу только тогда, если оно в равной мере будет развиваться и во всех остальных странах. И самое главное, нам нужен вот этот образ будущего, и этот образ будущего, он должен состоять не только из мертвой тысячами и тысячами сторонников. чего я вам и хотел пожелать в заключении нашей встречи. с премьер в